А в Твери глава Алексей Огоньков выступил перед представителями общественности с отчетом о деятельности администрации за 2021 год. В конце апреля в соответствии с уставом его заслужили депутаты городской думы и вот уже 19 мая итоги основных направлений развития областной столицы обсудили с жителями Твери. Такие встречи с общественниками традиционно проходят в конце весны. Глава подробно рассказывает о социально-экономическом развитии и городском хозяйстве, исполнении бюджета, работе муниципальных предприятий и, конечно, о реализации национальных проектов. В минувшем 2021 году один из крупнейших – «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Твери отремонтировали еще 70 дорог. Стабильная работа социальной сферы – важнейшая составляющая качества жизни тверичан. В прошлом году в городе был построен детский сад на улице Планерной. Сейчас идут работы в садах Налевитана и Склесково. Общей проектной мощностью – 380 мест. В рамках реализации программы поддержки местных инициатив в 2021 году были благоустроены 16 дворовых территорий, общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Во многом, благодаря полномерной работе по благоустройству Твери четвертый год подряд показывает высокий индекс качества городской среды. Говоря о благоустройстве, глава Твери отметил, что в прошлом году полностью преобразилась Мигаловская набережная. Выполнено благоустройство сквера «Дружбы» и территории возле памятника Андрею Дементьеву. Еще одна важная составляющая – дворы и программы по благоустройству общественных зон, что уже не первый год позволяет Твери сохранять устойчивые позиции в рейтингах городов Центрального федерального округа по индексу качества городской среды. Наша общая работа в конечном счете направлена на перспективное развитие города, тверского бизнеса и повышение качества жизни наших горожан. По итогам таких встреч все присутствующие имеют возможность задать главе города вопросы и обязательно получить обратную связь. С учетом ограниченного времени все запросы и пожелания от граждан фиксируются сотрудниками администрации, чтобы подготовить письменный ответ. Однако, как говорят сами общественники, несмотря на временные ограничения, обсудить очень многие вопросы на отчете получается лично в режиме дискуссии. Продолжение следует...